Слово «крещаю» или «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Вода – начало жизни. Праздник крещения – один из самых древних праздников христианской церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника – Епифания, явление или Теофания, богоявление. В храмах 19 января во всем православном мире прошли торжественные богослужения, а сам праздник для многих жителей России продолжился на улице. По поверью, в этот день вся вода становится святой, и тысячи людей спешат погрузиться в Иордань, то есть в прорубь. В священные воды реки Иордан во время визита на Ближний Восток, совпавшего с праздником, на месте крещения Иисуса Христа окунулся и Дмитрий Медведев. И хотя некоторые священники считают, что крещенские купания – это скорее народная традиция, а не церковное таинство, 19 января, несмотря на мороз, в ледяные купели погрузилось небывалое количество наших сограждан. Только в Москве искупались 58 тысяч человек, это почти в два раза больше, чем в прошлом году, а по стране около 600 тысяч человек. О том, в чем смысл крещенского погружения, и обязательно ли православно в этот день окунаться в ледяную воду – специальный репортаж Евгении Саяпиной. В канун крещенской ночи на сотнях водоемов жужжат пилы и трещат топоры. Православная Россия готовится к одному из главных праздников – Крещению Господню. Но традиция погружения в Иордань обросла с уверениями и мифами, сетует протеерей Михаил Васильев. А массовое паломничество к Иорданям для многих превратилось в модную забаву и попытку смыть все грехи за несколько секунд. Господи, прости меня за все, за все грехи коммунистов. Здравствует наша Родина! Слава России! Всем слава! Все хороши! Бой! 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 Еще раз! Бой! Черт тут! Два раза! Один раз, два раза! Очень хорошо, если бы действительно так просто можно было избавиться от грехов, погрузившись в студеную воду, я бы, наверное, из нее не вылезал бы. К сожалению, в жизни все сложнее. Что касается грехов, то единственный способ избавиться от них – это раскаяться. И начинается обычно это раскаяние с таинства покаяния, с исповеди. По учению церкви праздник крещения или богоявления установлен в память крещения, которое Христос принял в водах Иордана, указав человечеству путь ко спасению. Для христианина этот путь начинается с таинства крещения, когда человек, заново рождаясь в духе, очищается от всех грехов и дает обет жить по заповедям Божьим. Об этом смысле праздника крещения и нужно вспоминать, подходя к Иордане, подчеркивает священие. Для каждого из нас праздник крещения – это воспоминание и того дня, когда каждый из нас на себя принял обеты крещения, принес присягу верности Богу. И воспомянуть о той данной когда-то Богу присяге стоит, например, приготовившись к пречению святых христовых тайн через покаяние. Или, например, проверить силу своей веры и избавиться от греха малодушия, погрузившись в прорубь в трезвом виде. Погружение в Иордань – это не таблетка от всех грехов, а лишь один из инструментов воспитания силы духа и обуздания плоти, напоминают наставники. Ведь жить по-православному, в смирении, воздержании и нестяжательстве было сложно всегда, а в современном мире особенно трудно. Господи Иисусе Христественному Богу молитву ради Пречистой Матери, преподобных и благоносных отец наших всех святых, помилуй нас, аминь. В семье Олега и Ксении из маленького поселка в Ивановской области каждый день и каждая трапеза начинаются с молитвы. Шестеро детей – еще одно следствие того, что супруги стараются жить по заповедям. Количество мы совершенно не думаем. Вот Бог дал, значит, надо, значит, этому детям нужно родиться на свете. Бог дал детей и на детей даст. Просто не надо лениться, трудиться и молиться, в общем-то. И верить. Вера-то, она дополняет человека. Ксения – воспитанница детского дома. Олег – профессиональный резчик по дереву. На жизнь зарабатывает, восстанавливая старинные иконы для сельских храмов. Вот это вот винограм. Это вот лавровый пивенок. Уникальные иконостасы в храме Андрея Стратилата Олег Ударцев вырезал почти 9 лет. Но гораздо сложнее и кропотливее оказалась работа над самим собой. Я уже 29 лет крестился. Ну, совершил в молодости прегрешение серьезное. Попал на зону. А в зоне уже осознанно пришел к вере. И в зоне именно приехал священник. Там же я и крестился. В момент крещения с Олегом произошло то, что он называет не иначе, как чудом. После крещения на третий день я был, честно скажу, матершинник страшный. Вот выскочило матершинное слово после того, как во время крещения же благодать сходит. После мира помазания, крещения, все это. И мне стало стыдно. Я очень удивился вот этому состоянию. Чувство стыда от того, что я заматерился. То есть я вот буквально 20 лет и бабушка, помню, материлась, и там у мамы проскакивали. А здесь сплошь и рядом все мат на мать и перематом. Сам матерился, да. А тут чувство стыда. С того момента, 16 лет назад, у Олега началась новая жизнь. И молитва об укреплении веры. Именно она помогла супругам пережить то, что порой не под силу неверующему человеку. Два года назад у многодетной семьи в одночасье сгорел дом. Спасти успели только детей и несколько икон. Да это журналы прямо в это самое. Здесь на верху стола, это детские книги. Ага. Учебник русского языка, наверное. Пожарище страшное. Да, слушай, все доклады. Ну что, здесь у нас подпол. Комната наша жилая была. А здесь вот детская у нас была. Семья, по сути, осталась на улице. Но там, где у других отчаяние, у верующего человека молитва. И после года испытаний, когда терпение оказалось бы на исходе, чудо явилось. Добрые люди на месте пепелища отстроили многодетной семье дом лучше прежнего. Ну, конечно, мы довольны, что у нас уже такая большая кухня, потому что много могут собраться друзей, народы. Стол вот супруг сам сделал, и скамейки. Такая детская мечта сбылась. У нас каждому по комнате. Девочки здесь живут у нас. Вот там вот мальчики у нас живут. Здесь у нас семейная комната. Уже год вместо дверей тряпишные лоскуты, картонные стены и голый пол без линолеума. Денег на отделку дома нет. Но в этой семье, хоть и уповают на помощь добрых людей, благодарны за все, что есть в данный момент. Вы знаете, когда я как бы села, когда вот дома поставили, построили, я вот так села и подумала. Думаю, Господи, как же мы пережили-то это все. И потом подумала, что это просто человеку в одиночку невозможно. Это невозможно. Просто вот по милости Божьей Господь дал такую теплоту, как бы на сердце положил, что это все пройдет, что это переживется. Вот только нам не надо как бы унывать, бросаться, скажем, в уныние. Это лишь один из примеров тернистого пути, который во испытание веры и в борьбе с грехами проходит верующий человек. Поэтому и погружение в крещенскую Иордань для него не повод для буйного веселья. Я своим прихожанам не рекомендую, предлагаю, ничто же сумняшись, посмотреть все-таки на церковное восприятие этого замечательного праздника. Оно, повторюсь, говорит однозначно о том, что в этот день присутствие за богослужением желательно и для православных христиан обязательно, а погружение в прорубь по желанию. А если в числе отважных вы решились испытать силу духа, то не забывайте о здравом смысле, предостерегают священники. Если он тебе подсказывает, что не нужно получать в процессе молитвы черепно-мозговую травму, то остановись и не делай того, что явно пойдет во вред здоровью. Например, своей супруге по таким соображениям я купаться в проруби не разрешаю. Лучше не купаться в проруби, чем залезть туда и там окончить свое земное бытие. К рекомендациям присоединяются врачи. Ушим-то известно, к чему может привести бездумное погружение в ледяную воду. При, допустим, станокардии или гипертонической болезни может случиться на выходе гипертонический криз или даже в воде. Эпилепсия может случиться приступ в воде при контрастном погружении. И у женщин, у беременных на больших сроках может случиться выкидыш, потому что происходит спазм сосудов. Одним словом, в крещенские дни как никогда актуальна давняя народная мудрость. На Бога надейся, а сам не плашай. Как и то, что без труда покаяния рыбки не будет.